О бабушке хитрости Будь похитрее, учила бабуля, Спрячь для себя и конфету, и шарф. Будь похитрее, ведь скоро умру я, Время пройдет и покажет, кто прав. Внучка смотрела на бабку упрямо, Ее ведь учили делиться всегда. Зачем из конфеты устраивать травму? Бабуль, в голове у тебя ерунда. Конфета — ничто, и шарфы твои тоже. Все вяжешь и вяжешь, помру, мол, носи. Пошла бы в кино, в театральную ложу, Писала бы книгу, хитрить не проси. И внучка жила, раздаваясь любовью, Все вещи и чувства в себе не держа. Растила детей и дружила с свепрой, Распахнута настижь, открыта душа. А в риме бежала, менялись и люди, Материя, дух, все смешалось в умах. Едят не конфеты, а фрукты и смузи. Ох, правда уже не в еде и шарфах. И хитрость теперь не припрятать в кармане, А гибкость мозгов да и мудрость души. Быть хитрым не значит купаться в обмане, Не значит ловчить, воровать и грешить. И вспомнила бабушку внучка в болезни. И злостью училась старушка тогда. Ей хитрость позволила выжить в той бездне, Где правили голод, война и нужда. Бабуля, я шарфик-то твой сохранила, И варежки, шапку, и даже носки. Я честно жила и со зла нехитрила. Старушка замокла, снимая очки. Вот такое стихотворение Радзвусь у меня в преддверии Нашего любимого женского праздника, Дня 8 марта. Я вспомнила свою бабушку. Да, она действительно учила меня быть похитрее. И я жутко сопротивлялась найти ее слова. Советские были иллюминаты. Хитрость не понимали, как лживость, Обман. А если сейчас откроем поисковик И наберем слово хитрость, То увидим, что все не так однозначно. Качество-то очень многогранное оказывается. Изначально хитрый действительно означало лукавый. А в древнерусском значение Хитрый это уже стало означать мудрый, сообразительный. И действительно, хитрость это не всегда обман, лживость, Но это еще и гибкость определенная. То есть умение прийти к своей цели Или что-то создать разными путями. Не одним каким-то прямым, через упрямство, через какие-то преграды, Но найти какие-то другие взаимодействия, Другие ниточки потянуть. Так что время меняется, меняемся мы, И меняется понимание человеческих качеств И тех слов, которые когда-то нам говорили наши бабушки, Проживая очень сложные жизни, Сталкиваясь с невероятными трудностями. Так что не забудьте их вспомнить, Или поздравить, позвонить. Всем желаю счастья, теплой весны, И всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok